Система как обычного, так и дополнительного образования в Клинцах уникальна. Мы, пожалуй, одни из немногих городов Брянской области, которые сохранили полностью сеть дополнительного образования. Несмотря ни на какие оптимизации, несмотря ни на какие самые различные подходы и видения к системе дополнительного образования. Бытует мнение, что систему дополнительного образования можно развивать только в стенах школ. Но опыт показывает, что хороший вкус привить ребенку можно и в специализированных школах искусства и других развивающих центрах. Благо, в Клинцах их очень много. Город наш отличается тем, что на протяжении ряда лет у нас существует разветвленная сеть дополнительного образования. Это станция юных техников, центр детского творчества, это центр медико-социально-психологического сопровождения детей. И то, что на сегодняшний день очень ценно и очень актуально, это две спортивные школы, которые входят тоже в состав образовательного пространства нашего города и работают с честью. С честью защищают позиции спортивные нашего города, нашей Брянской области, да и нашей страны в целом. Кстати, это выставка декоративно-прикладного творчества в Клинцах. Традиционная работа учеников из 11 школ самобытной и интересной. У каждой школы есть свое лицо и свой неповторимый почерк. Кому-то по нраву модное направление квилинг, другим батик или резьба по дереву. Свои поделки ребята сделали на уроках труда и технологии под наставничеством учителей. Педагоги учатся друг от друга, обмениваются опытом и показывают то, на что способны они и их дети. То есть использование самых разных техник, которые сегодня представлены на этой выставке, ну и еще раз говорю, тому лишнее подтверждение. Все макеты сделаны руками детей. Девочки мастерят кукол и сказочных персонажей. Мальчики конструируют и воспроизводят исторические модели военной техники. В большинстве это модели Великой Отечественной войны. Это оружие, которое помогло нашим дедам, прадедам одержать победу в Великой Отечественной войне. Дима Хораблев учится в седьмом классе третьей Клинцовской школы. Несколько лет занятий в станции юных техников принесли свои плоды. Победы в областных и всероссийских соревнованиях. Здесь очень хороший коллектив. Здесь я нашел очень много друзей, а также мне понравилось конструировать лодки, экспериментировать даже. Я в сущности своей рыбак, поэтому меня, наверное, тянет к воде, и я выбрал корабли. Навыки ребята получают здесь по трем направлениям. Это судомодельное, авто- и авиамодельные виды спорта. Еще один юный техник, третий классник Денис Гордеев. Любовь к конструированию привил мальчику инструктор Владимир Ковалев. Сначала я пришел, тут никого не было, только Владимир Леонидович был по лодкам. Ну, я согласился, он мне все показал, рассказал. Я согласился, мне понравилось. Ну, мне интересно тут делать, собирать лодки там, всякие скоростные, ездить на соревнования. За четыре десятилетия, что существует станция юных техников, здесь мало что изменилось. Вот только наград за участие в областных и российских первенствах становится все больше. Именно здесь, убежден директор станции Владимир Ковалев, развиваются навыки будущих инженеров и конструкторов. Они же пригодятся ребятам в повседневной жизни и помогут определиться с выбором будущей профессии. Дети у нас приходят с улицы, они находятся и живут в разных средах, но всех детей, которые тут у нас занимаются, объединяет любовь к творчеству, желание что-то сделать своими руками, сконструировать, пустить. Станция юных техников – неоднократный призер и победитель всероссийских и международных соревнований. Сейчас юные клинчане готовятся к очередному первенству – посудомодельному спорту. Уверены, их город снова станет в ряду победителей. Татьяна Глазова, Дмитрий Комаров, События Клинцы.